Юзер думает активно предоставить ему соответственным параметрам и в следующем этапе отзвечает, что да, я готов предоставить доступ, вот криптованные файлы и вот непосредственно коды доступа к этим криптованным файлам, все передает консумеру, он может расшифровать файл, воспользоваться и все фиксируется на блокчейне. Консумер в свою очередь подтверждает, что получил это. Опять же, все это через WaveSkeeper, данные на блокчейн и прочее. Итак, все замечательно и переходим к следующему. Итак, пользователи системы постоянно понимают, что отмениваться файлами с копиями документов трудоемко и неудобно за счет многократного дублирования, работы, профификации и снятия данных с изображения каждому потребительной информации. Обязательно наблюдаем, что обязательно надо паспорт вкладывать по 10 раз в год и прочие вещи. Пять секунд. У вас есть пять секунд еще. Так, тут примерно все то же самое. Я что-то прям не рассчитал время, простите. Можно еще парочку? Давайте покажите демо и продолжим. Демо, демо есть. Давайте, дам демо. Снимаем. Ой, мило, ой. Включите, пожалуйста, презентацию. Можно? Четыре слайда. Сейчас много времени подратишь. Посмотрим фильм, слайд-шоу, неплохо. Ну, там 20 секунд, как все заходит, через кипер, все интересно. Давайте. Давайте демо. Давайте. Сейчас. О. Как включить? Подскажите, включите, пожалуйста. Интересная демо, на самом деле, я считал. Мне тоже интересно, что люди заходят, что же случилось. Что там до этого было? Ладно, посмотрели демо, 10 секунд достаточно. Ладно, так уже и будет, наверное, наши какие-то технические неполадки, поэтому расскажите, пожалуйста. Заходим в Waveskeeper, там появляется очень хороший фронт-энд. Пользователь приходит сообщение о том, что кто-то хочет получить информацию по его файлам, доступ, да? Пользователь дает, тот, кто получает, как бы, кто-то хотел, получает этот доступ, ну, и вообще все красиво. Ну, как-то да, хотели, но... А что у вас за кварт было в момент, после этого? А, просто дитхап? Да, просто дитхап? Пару минут до 100 часов, это, к сожалению, давайте просто попробуем резюмировать. У нас есть третья сторона, которая запрашивает доступ к документам, правильно я понимаю? То есть документы пользователя. Вот я какой-то веб-сайт говорю, хочу твои документы. Ты заходишь в этот веб-сайт, видишь этот запрос, то есть видит Waveskeeper, который открывается. Ты говоришь, подписывай, даю ему. Я знаю адрес того, кто прислал мне этот запрос, да, могу его там как-то проверить. Этот запрос мне приходит уже подписанный, то есть я уверен, что это этот человек, да, могу настикить справки, если они есть. И после этого я подписываю документы, вы записываете это в блокчейн, документы каким-то образом шифрованные. Да, документы шифрованные лежат. Я подписываю свое разрешение, опять же, на то, что я даю этот доступ, да. И все понимали, что вот это там, ну, как бы предоставлено. Вот. Все это механирует с Data Transaction. И, соответственно, пользователь получает файл, может и ваш файл, и все метки остаются данные облачения. А как вы передаете, вот как третья сторона расшифровывает перед этим документом? Она у себя на устройстве получает, и потом с помощью ключа... А как ключ передается? Ключ передается, ну, а там, как там, разработчики? С секретом, да. Там вообще что-то хорошее там сделали, да, там бэкенд навороченный, да, и люди за трёх часов не спали. Ладно, давайте я дам слово жюри, я отстаю от команды. Сложно, конечно, там микрофон... Самое интересное, если вы пропустили, но это... Ну, я бы ставил, как реализация, в общем. У нас будет возможность посмотреть? Да, у нас в жюри точно будет возможность. Может быть, как... Вот вы как сейчас уйдете, пожалуйста, может быть, потом еще по параду зайдете, подскажете, как это видео включить, может быть, еще раз перезагрузите видео. И в конце мы всем еще раз покажем просто видео, просто демонстрацию. Да, давайте следующая команда. Спасибо, 19 бит. Следующая команда у вас называется Бис. Давайте покровче похлопаем в команде Бис. Мы команда Бис, и наш продукт называется Криптекс. И наш слоган звучит как Encryption is Simple. У нас в состав входят Рома Беседин, Илья Иванцов и я, Махмуд Содиков, спикер. Мы здесь, чтобы рассказать вам про нашу систему Криптекс и наш модуль, которым мы разработали на основе битона, который называется Blockchain Master. Описание нашей задачи. То есть мы взяли первый трек. У нас задача заключается в том, чтобы создать облачное хранилище данных, файлов любого типа и любого размера блокчейн. Реализовать эффективный способ шифровки и дешифровки данных и распространять технологию на мобильные носители и все популярные платформы. Криптекс решает эту проблему как никогда лучше. Три уникальных фичерс. Это первое, децентрализованность. Второе, это безопасность. Третье, это удобство. Децентрализованность. Все данные лежат в получении Waves и не доступны никому, кроме их владельца. Безопасность. Умный модуль шифрования Криптекс исключает варианты получения файлов третьими лицами. Удобство доступа к файлам доступен лишь тем, кому разрешили. И с любых модельных устройств, и в любое время. Архитектура. Модуль Blockchain Master из себя представляет модуль, который реализует и получение шифрования, и последующую передачу файлов в блокчейн. Каждый файл делится на равные куски, и они шифруются методом IE с помощью модуля шифрования. Владельца получает ключи и имеет возможность давать выборочный доступ другим пользователям. Для получения файлов из хранилища это значит иметь кейстор файл. Далее, модуль шифрования Криптекс. Этот модуль реализует быстрое и безопасное шифрование всех полученных файлов. В перспективе вполне реально применить технологию NuCypher, и генерализовать уникальных ключей для каждого пользователя, которым предоставляется доступ. То есть, владелец сам может выбирать, кому доступны эти файлы, и в случае, если эти пользователи нарушили какую-то договоренность, он может в любой момент отозвать эти ключи, и, соответственно, они перестанут доступны. Интерфейс. Интерфейс максимально удобный, инкьютивный, который мы реализовали. В перспективе есть возможность даже создать Telegram-бота, например, или мобильные решения для iPhone, Android и так далее. Самое главное, что у нас быстрота и удобство реализации нашего приложения, достигнуты благодаря использованию самых неспоримых библиотек, которые есть на питоне, и менее нагруженных фреймворков типа Flask. Конечный продукт. Так выглядит интерфейс у нас десктопный, то есть на компьютерах, а так на планшетах. Если можно, видео. Валерьевич вмешался, мы не виноваты. Черный квадрат везде. Итак, так выглядит интерфейс для ПК. ПК, может быть, есть вопросы уже какие-то, которые можно спросить? У меня вопросы. Я и так не понял вашу схему, где ключ-то шифрование окладится в итоге, на вашем сервере или у клиента? Где хранится ключ-шифрование? Ключ-шифрование, вот, да. Да. У владельца на локальном жиле. Расшифровка происходит. Можно еще раз, пожалуйста, за новое видео? Я просто буду комментировать. Так выглядит начальное окно. Пользователь вводит сид. Сид кошелька, да, аккаунты. Входит в свой аккаунт и может дропнуть файлы прямо в технологию drag-and-drop. И дальше пушит это, соответственно, в блокчейн. Файл уходит в блокчейн. По кей-файлу, который загружается тоже, пользователь может восстановить свои файлы. Да, пользователь немного тупит просто. Типичный пользователь. Да, типичный пользователь. Вот, собственно, как видите, файл кейстор был загружен и восстановился. Вопрос, это сик от кошелька Waves или от ключа к нему-то шиковано? Сик от, да, от кошелька, от аккаунта Waves. От ключ отдельно в файл или там? Ключ от данных? Да. Да, там набор ключей от каждой транзакции. А почему вы не использовали для аутентификации Waveskeeper? Просто не хватило времени или... Да, времени не хватило, но мы посмотрели на это. Если больше вопросов нет, то давайте поблагодарим команду Waves. Спасибо большое. Для тех команд, которые не подходили, не спрашивали, работает, не проверяли, работает ли видео, пожалуйста, подойдите вот туда, вот рубку, убедитесь, что ваше видео работает. Как вы видели, проблемы могут быть. Поэтому, если кто-то подходил уже, не переживайте, кто не подходил, вперед. Так, в общем, у нас быстренько достаточно время идет. Пригласим команду No Way, третья команда из этого трека. АПЛОДИСМЕНТЫ Меня зовут Артур, я представляю команду No Way, и мы разработали продукт под названием No Way Personals. Первое, что я хочу сказать, блокчейн, это, ну, по сути, анонимная система, но при этом она является абсолютно открытой. И это действительно большая проблема, когда дело касается персональных данных. То есть, слайд, немного не в тему. И что мы делали? То есть, какие проблемы мы пытались решить? Очень часто какому-то партнеру, какому-то организатору, какой-то организации нужны персональные данные. И они пытаются запросить эти персональные данные, и пользователь должен их предоставить. И в этом случае очень важны такие средства, как адресный доступ, то есть это доступ к конкретному лицу этих данных, предоставление выборочных данных, потому что некоторым там не нужны паспортные данные, и мы не хотим эти паспортные данные отдавать. И также очень важно это шифрование этих данных. Немного расскажу про то, что мы разработали. То есть, изначально нашу систему интегрирует партнер, и после нажатия на кнопку предоставления данных появляется форма. Форма с QR-кодом. То есть, из этого QR-кода можно почерпнуть публичный ключ. Также из этого QR-кода можно почерпнуть информацию. Прошу прощения, вдруг волнуюсь. Можно почерпнуть публичный ключ, поля, которые необходимы партнеру, и идентификатор ордера. После чего эта информация считывается с нашего мобильного приложения, и создается секрет. Благодаря алгоритму Диффи Хеллмана создается секрет, и далее данные выборочно шифруются по этому алгоритму. После чего мы публикуем с клиента iOS мобильного приложения транзакцию, в которую мы включаем зашифрованные данные, и эти данные уже ловятся на нашем бэкэнде и передаются нашему партнеру. То есть, наш бэкэнд не имеет никакого отношения к приватному ключу, которому партнер сможет потом расшифровать эти данные, поэтому, собственно, партнер в любой момент может получить доступ к этим данным. Видеоролик, как работает приложение, то есть, это мобильный кошелек с импортом ключа, вводом, ну, небольшой регистрацией, то есть, данные хранятся исключительно локально, и шифруются в нужный момент, то есть, когда пользователь авторизует предоставление данных. После чего совершается подтверждение, считывается QR-код, пользователь подтверждает, и транзакция совершается. К сожалению, мы не можем сейчас показать, насколько алгоритм точно работает, поскольку, ну, все, что мы можем показать, что данные действительно доходят, и они отображаются. Вот. Далее мы планируем работать над системой и развивать ее, и есть несколько путей, куда мы можем двигаться, это как эквайринг, прикрепление каких-то платежных операций к нашим транзакциям по зашифрованному каналу. И также мы можем далее интегрировать системы QIC, которые будут совершенно... Три минуты прошли, поэтому я прошу тебя прервать. Если у тебя ничего важного нет, то доставляю слово жюри. Да. Вы реализовали сейчас логин в мобильном приложении, да? И можешь бы подробнее рассказать, как это сделано? Ну, то есть вы сейчас написали самостоятельно... Да. В общем, мы выбрали непростой путь, мы выбрали ту платформу, на которой нет какой-то централизованной библиотеки, которой можно пользоваться, поэтому нам пришлось работать самостоятельно. То есть мы заставляем пользователя ввести мнемонику, из мнемоники мы получаем приватный ключ, и из, соответственно, приватного... Ну, далее импортируем. У нас есть информация о адресе, и этим приватным ключом мы можем подписывать транзакцию. Ну, собственно, это единственное, для чего использовался приватный ключ, подпись транзакции. А как пользователи заносят первоначально данные... То есть вот эта форма регистрации, это и были те самые поля, которые получил потом консюмер? Да. Данные хранятся исключительно локально, то есть они хранятся только на устройстве, и они шифруются уже после подтверждения. То есть происходит подтверждение, они шифруются общим секретом между партнером и пользователем, то есть по сути создается канал, который может быть в дальнейшем также и платежным каналом. Вот. Создается шифер-текст, и он передается уже партнеру. И далее партнер может просто в любой момент расшифровать, может расшифровать позже, ну, когда угодно. Получается для каждого партнера свой ключ, свой секрет с партнером? Да, то есть партнер, он со своей стороны предоставляет публичный ключ. То есть сколько партнеров, ну, столько, по сути, публичных ключей. И мы можем разные наборы данных каждому партнеру отдать? То есть в QR-коде, который формируется партнером, там есть информация о том, какие данные нужны партнеры. Окей, спасибо. Все? Больше вопросов нет у жюри? Спасибо тогда большое. Команда NoWay. Спасибо. Похлопаем, ребята, еще раз. Так, следующая команда называется команда имени Диффи Хеллмана. Приглашаем на сцену. Пока они идут. Кто не знает про протокол Диффи Хеллмана, поднимите, пожалуйста, руки. Кто не знает про протокол Диффи Хеллмана? Кто знает про протокол Диффи Хеллмана? Кто просто стесняется признаться, что не знает? Ладно, спасибо. Так, команда имени Диффи Хеллмана, ваш клик или ваш микрофон? Спасибо. Вот, а что вы узнаете, ходите на курсы Adrenaline District. Кабляйте. Да, точно, ходите на курсы Adrenaline District и будете знать, что это за протокол, да. Да, ребята, спасибо вам большое за замечательный ивент. И как раз та команда, которая откликнулась на призыв мыслит немножко шире. Мы увидим очевидные тренды в потребности в деанонимизации пользователей блокчейна. По разным причинам мы видим также очевидный тренд на секретизацию токенов. И мы решили совместить эти тренды и выдать решение, которое позволяет децентрализованно проходить процедуру, точнее, проходить процедуру QoC и децентрализованно торговать с токенами. Над проектом мы работали вдвоем с Кириллом и, конечно, при его очень мощной поддержке ребят из Waze. Большую вещь рассказать. Спасибо. Суть протокола достаточно простая. Мы решили использовать протокол с нулевым разглашением разглашением для того, что и в качестве Proof of Concept опять же, для тех, кто не знает, что это такое, то есть это штука, которая позволяет вам доказать то, что вам больше, скажем, 18 лет, например, но не раскрывая ваш фактический возраст. И, собственно, на базе этой технологии в качестве Proof of Concept мы это и реализовали. Smart Alice это Smart Account на получение Waze, который отправляет запрос KYC провайдеру централизованному. Это может быть либо вы, если бы ваш партнер. После процедуры KYC провайдер отправляет обратно секрет и зашифрованный возраст. После этого Smart Alice имеет возможность обратиться к Smart STO. Smart STO это Smart Asset на вашей платформе. Делать запрос. Происходит валидация Proof на стороне смарт-контракта Security Token и, соответственно, если возраст входящий, тогда происходит исчезнение транзакции. Вот небольшое демо. То есть изначально пользователи первый раз регистрируются в платформе. А вот все, началось. Значит, нужно идентифицироваться через seed-фразу. После seed-фразы нужно сделать из обычного аккаунта Smart Account. это посылается скрипт транзакции. Сейчас мы видим получение. После этого необходимо верифицироваться у KOC-провайдера. вот мы теперь от лица KOC эмулируем запись информации пользователя баз данных. то есть это имя, адрес пользователя Smart Account, его фактический возраст и принадлежность к тому или иному региону мира. После этого аккаунт создается и теперь через REST-тайп можно запустить proof. этот proof оттачивается в дата транзакции. Возраст, который нам нужно подтвердить 18 лет. У нас есть некий proof, который мы записываем, храним в дата транзакции. Вот. Мы не можем сейчас показать факт приобретения токена. Однако мы там очень хорошо в этом продвинулись. У нас получилось сделать proof. Трейд у нас не получилось сделать по разным причинам. Однако proof of concert, мне кажется, состоялся. Вот. И фактически это не просто инструмент для децентрализованной торговли при прохождении процедуры анонимизации. Фактически это процедура диджитал адвенсти, которую можно встроить на любой веб-сайт, любое приложение. Ну и собственно мне кажется этот продукт имеет право жестко. Все. Спасибо большое. Попробуем. Можете поподробнее рассказать, как вы использовали Smartasset? Вы использовали Smartasset? Можете поподробнее рассказать? Спасибо. Да. С Smartasset мы записывали контракт, который проверяет proof of concertoamperin. Ну там алгоритм скашаем я могу рассказать поподробнее. Да. Ну мы записывали proof, что он верен и придумали схему, в которой он проверяется. Схема основана на верификации того, что на верификации хэшей нужно рисовать. Так просто не расскажу. В общем, схема основана на том, ты можешь сказать? Она основана на графике. В общем, первое, киевоси провайдеру вырабатывают секретный ключ. Им он делает Encrypted H. Берет столько раз хэш, сколько человеку лет. Отправляет доказательство смарт-аккаунт этого человека. Потом человек говорит мне больше 18 лет. И создает proof, который делает хэши, основанные на разнице в возрасте. Потом отправляет эти два proofа в blockchain, в смарт-айси на контракт. И контракт проверяет, что эти два хэша сходятся. Хэш от одного proofа равен зашифрованному возрасту. А с смарт-аккаунт для чего он пользует на мяч. Смарт-аккаунт, чтобы хранить proof, чтобы он каждый раз, например, он хочет доказать, на одном сайте он хочет доказать, что он больше 18 лет. Он запрашивает провайдера proof, на то, что он больше 18 лет. Провайдер отправляет подписанный proof на смарт-аккаунт, он там хранится. Он может и любой, кто хочет, может его использовать потом. Вы разрешаете KYC записывать в state аккаунт, который запрашивает. Да, смарт-аккаунт. Окей, backend есть какой-то какого функционала у меня? Да, ну, backend у нас полноцен, там в RESTAPе разве он, то есть там все, что связано с внесением информации о пользователях от KYC-провайдера плюс расчет хешей отправка пруфа по RESTAPе и еще там есть функционал по отправке вот этой первой транзакции от KYC-провайдера с нады смарт-аккаунта. Можете уточнить, backend взаимодействовать с нодой или с блокчейном вообще или нет? Да, он только в одном месте backend взаимодействует на момент регистрации пользователя и отправки от KYC-провайдера на первую совершенную транзакцию. Все остальные взаимодействуют с блокчейном доп. через три. Пользователь создает транзакцию, которая завершает KYC-писать что-то в его аккаунт. И вот это функция вполне такая на этом я вас прерву. Спасибо большое за презентацию. Ну и крайняя команда в этом треке. Команда ThrustaMask. Приглашаем вас на сцену. Давайте поклапаем поднимаем еще. Спасибо. Привет. Значит, это наша команда разработчик. Я делаю презентацию. Значит, вот это наша архитектура. Мы просто запилили видео сразу быстренько, да? В общем, мы запилили микросервис, который позволяет отправлять токены на e-mail. То есть это микрооракт такой, который находится в блокчейне и сопоставляет адрес пользователя с e-mail. Происходит авторизация, подтверждение через ссылку. После чего можно этим пользоваться. Значит, вот наша команда Королев Роман, я. Значит, фронтенд состоит из следующих частей. Это, значит, две формочки. Одна принимает адрес, сопоставляет его с адресом через кипер, вейс-кипер, после чего отправляет на внутреннюю оснастку-то. Да, значит, после вот проекта в бэкэнд, бэкэнд формирует ссылку, которая верифицируется на кошельке пользователя. И, соответственно, формируется хэш, который записывается в дата-транзакцию, в этот самый оракул, который выгружается с локального сервера сервиса уже непосредственно в блокчейн. находится там. Впоследствии, когда пользователь пользуется сервисом, он авторизуется через кипер и получает возможность отправить на да. И получает возможность авторизуется через кипер, у него подтягиваются адреса, которые находятся в этой дата-транзакции на конкретном сервисе, потому что, собственно говоря, весь бекент хранится на локальном сервисе, но при этом взаимодействует с блокчейном. Подпись идет с помощью двух ключей, соответственно, владелец сервиса не может поменять содержимое дата-транзакции и, собственно, отвечает за работоспособность этого сервиса. Сам фронт-энд висит на сайте, то есть человек может авторизоваться через кипер и со своего привязанного email-адреса отправить на любой адрес токены. Соответственно, не вводя никаких сложных длинных адресов 25-значных, при этом оснастка она на самом деле очень простая, то есть легко имплементируется. Это обычный кошелек Waves-аккаунт, которым создается дата-транзакция, аккаунт заскриптован, также существует скрипт, который хэширует вот эти email-ы, там есть некий секрет для того, чтобы нельзя было подменить это дело. То есть он уникальный, он привязан ко времени, а при этом пользователь, когда заходит, он подтверждает, вот этот свой email, после чего данные вносятся уже, подтверждает email, заходя через кипер, то есть со своего адреса кошелька. После этого все это записывает дата-транзакцию и уже, собственно говоря, можно посмотреть, как это все работает. Вот. Опять эта музыка, да! Странно все. Не, просто нажми, вот в целом, просто, чтобы было понятно, да, как это все устроено, вот у нас, собственно, тут вейскин. Может, лепку покажешь? Давай, вот время уже вышло, на самом деле, лепку просто покажи. Да, окей. Просто не нажимай. Вот, значит, в данном случае вот эта вот форма отправки токенов, пусть дальше идет, в данном случае мы сейчас привяжем свой e-mail к нашему адресу через эту форму, да, то есть она у нас не, не знаю, как бы мы немножко успели запилить, но в принципе, как и все работает. Значит, вводится адрес, происходит авторизация, после этого у нас редирект в кипер, здесь мы подтверждаем, собственно говоря, то, что мы владеем этого адреса, нажимаем кнопочку сообщение, после этого мы видим сообщение, отмозы, что отправлено сообщение на наш e-mail, можно дальше там кликнуть? Вот, соответственно, мы получаем e-mail, заходим, нажимаем на нашу ссылочку, так, и видим сообщение, что адрес привязан к кошельку, и уже, как бы, получается, по умолчанию мы предложим дать транзакцию вейс. Выслоили, мы можем это открыть. Законяйте происходит вот таким образом. В случае, как бы замен анализа, приходит перезапись. Вот, то есть, скрипки не позволяют так записать. Мы бы открыли там. Давайте мы там закончим, на самом деле время уже давно вышло. Поаплодируем! Да! А там уже там уже там показано, как токены отправляются на конкретный имейл-адрес без ввода ключа. А, это тоже есть на видео? Да, да. В смысле, показать? Может, мы вместе вопросом рассмотрим? Давайте рассмотрим, если можно. Мы сделали отправку, то есть, подтверждаем транзакцию в китере, предиректно, и, соответственно, получается сообщение тут у нас, к сожалению, денежки закончились, не шутки. Соответственно, отправить было нечего. Но тогда, если бы были, то ушли. Спасибо большое! Вопросы какие-то будут? На один вопрос, я думаю, у нас есть время. Супер! Вопросов нет! Ну что, ребят, спасибо большое! Еще раз! Команда Таста-Маст! Давайте, поаплодируем! Итак, да, да, если можно, вот, первая команда, вы не заходили, не проверяли, не спрашивали по поводу вашего видео. Первая команда, вы где? Загружайте! Давайте, давайте, в конце посмотрим.